Валютные кредиты, полная закрома и солнечные ванны. Водоемы страны готовят к старту пляжного сезона. О чем напоминают спасатели? Символ нации. Беларусь отмечает День государственных флага, герба и гимна. От души всех поздравляю с замечательным государственным праздником. Сколько пионеров принесли клятву на верность Родине. Интересы жителей на первом месте. В горосполкоме прошел прием граждан. Есть возможность избирателю обратиться к любому из депутатов городского, областного совета. Что обсудили? История в камне. Открыт сбор средств на реставрацию Бобруйской крепости. Воссозданные сооружения, конечно, будут привлекательны для туристов. Как стать частью большого целого? Поехали! В городе официально стартовал велосезон. Самый длинный маршрут – 23 километра. Где обкатать байк? Коррупционные схемы, массовые протесты и уникальный лот. Колеи и серьги принцессы Дианы уйдут с молотка. Чем знамениты драгоценности? Это наша идентификация, наше прошлое и наше будущее. Страна отмечает День государственных флага, герба и гимна. Последнему праздник посвятили только в 2023. Во время ежегодного послания к Белорусскому народу и национальному собранию президент обратил внимание. В республике три госсимвола, а торжество посвящено только двум. Ситуацию исправили. Бобруйск в это воскресное утро окунулся в красно-зеленые тона. О том, как это было, далее. Три единства независимости, суверенитета и исторической памяти. В День государственных флага, герба и гимна 600 юных бобручан готовятся вступить в ряды пионерской организации. На лицах счастливые улыбки, в руках красно-зеленые галстуки. Мальчишки и девчонки немного волнуются. Ответственный шаг и огромная честь. Перед тем, как стать частью большого будущего, отдают дань бессмертному прошлому. Возлагают цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. Уважение государственных символов – святая обязанность гражданина. И в Беларуси об этом знают от мала до велика. Флаг, герб и гимн – воплощение идеи национального единства. Они олицетворяют независимость нашей республики, связывают воедино свершение предков новейшую историю и достойное будущее Отечества. Главную мелодию страны подхватывают тысячи голосов. Сегодня звания пионера гордо носят более 70% всех белорусских школьников. И каждый год ряды пополняются. Ребята с трепетом произносят слова клятвы. Перед лицом своих друзей и родителей обещают быть добрыми, честными и справедливыми. В долгожданный момент на шею повязывают красно-зеленые галстуки – символы сильной и независимой страны, которая сама выбирает свой путь и истинные ценности. Пионер должен быть всегда на первом месте. Он должен быть хорошим, честным другом, уважать старших, никогда не оставлять в беде младших. Пионер должен любить свою родину. Сегодня замечательный день. Моего сына приняли в пионеры. Я очень рада, горжусь. Я надеюсь, он достойно будет нести это звание по жизни и будет примером для всех служить. Я думаю, что это одна из самых лучших традиций, которая перешла из Советского Союза в современную Беларусь. Потому что если мы не будем самые простые истины объяснять нашим детям о том, что преданность государственным символам – это правильно, о том, что любить родину – это почетно, мы никогда не сможем выжить в этом безумном мире. В этот праздничный день сто юношей и девушек вступают в ряды БРСМ. Им предстоит творить и созидать на благо своей страны. Под композицию «Любимую не отдают» разворачивают государственный флаг, преемник знамени Великой Победы. Национальный орнамент хранит наши древние культурные традиции. Затем ребята из школы блогеров и молодежного парламента проводят патриотическую акцию, рассказывают бобручанам о госсимволике и дарят открытки с ее изображением. От души всех поздравляю с замечательным государственным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне мира и созидания. За ними судьба суверенной республики. В 25-й раз мы отмечаем праздник, посвященный государственным символам, которые выбраны путем всенародного обсуждения. Мы отдаем дань уважения нашему государству, которое прошло долгий героический путь. Флаг, герб и гимн отражают славную историю белорусов. Независимость, сплоченность, стремление жить в мире, согласие и честно трудиться на благо родной страны. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Продовольственная безопасность, семейный капитал и студенческий отряд. В стране этим летом трудоустроить свыше 40 тысяч молодых людей, что добавилось к списку легких видов работ. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси в ближайшие месяцы ожидается падение спроса на кредиты в долларах и евро. Нацбанк провел экспертный опрос. По данным анкетирования, в первом квартале крупный бизнес существенно снизил такие заимствования. Аналогичным образом поступил малый и средний. Предприниматели опасаются американской и европейской валюты на фоне западных санкций. Беларусь заняла третье место по обеспеченности картофелем. Такие данные опубликовал Евразийский банк развития. Первая и вторая позиции в рейтинге у Казахстана и Армении. Наша страна уверенно лидирует по растительным маслам, сахару, молоку, яйцам и мясу всех видов. Республика может накормить не только себя, но и других. Не случайно в последние годы значительно вырос экспорт сельхозпродукции. Почти 126 тысяч многодетных получили семейный капитал. Он назначается при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующего ребенка. Объем господдержки на 1 мая превысил миллиард рублей и 826 миллионов долларов. До 2020-го родителям полагалось 10 тысяч долларов после выплаты в национальной валюте. В 2023-м сумма 29 тысяч 950 рублей. Деньги можно использовать досрочно, не дожидаясь совершеннолетия. Водоемы готовят к старту пляжного сезона. Коммунальщики наводят порядок в прибрежной зоне, обновляют зонтики и раздевалки, обустраивают площадки для сбора отходов и санузлы. Акцент не только на удобство, но и на безопасность. Несмотря на прохладную погоду, уже зафиксированы несчастные случаи. В этом году в стране утонули свыше 100 человек, а свод призывает быть бдительными. В Беларуси в этом году планируют трудоустроить не менее 40 тысяч ребят до 18. На это выделено более 10 миллионов рублей. Уже заключены договоры с 400 нанимателями. К слову, в стране был пересмотрен перечень легких видов работ для юношей и девушек. К списку добавилась ручная мойка автомобилей, ремонт и переплет книг, помощь в сервировке стола и уборка посуды в объектах общественного питания. Нет нерешаемых проблем. В горосполкоме прошел прием граждан. Жители смогли обратиться к депутатам палаты представителей Могилевского областного и Бобруйского городского советов. Подобные встречи, причем не впервые, провели в администрации Ленинского и Первомайского районов. И они показали свою эффективность. Чаще всего людей волнует сфера ЖКХ и состояние дорог. Есть возможность избирателю обратиться к любому из депутатов городского, областного совета или палаты национального собрания. Но кроме этого, когда проводится совместный прием, за счет этого можно решить сразу, скажем так, проблему на уровне республики, на уровне города и на уровне области. В каждом случае депутаты дают разъяснение. Некоторые вопросы взяты на контроль, так как требуют более углубленного изучения. К слову, на сайте горосполкома можно найти подробную информацию о времени приема в конкретных округах. Беларусь отпраздновала 78-ю годовщину Великой Победы. Ежегодно тысячи бобручан приходят к мемориалам героев, чтобы поклониться, выразить признательность, благодарность и гордость. Главной нитью в политике нашего государства прописана истина. Никто не забыт и ничто не забыто. Ранним утром 9 мая на пересечении Минска и проспекта Георгиевского в колонну выстроились все те, кому не безразлична история родной страны. К шествию присоединилась и наша съемочная группа. Им мы обязаны жизнью. В этот день все внимание тем, кто отвоевывал у смерти этот победный май, ветеранам у Великой Отечественной. Утро Надежды Хрущинской начинается с трогательного подарка. Под окнами квартиры специально для нее выступает оркестр. Женщина не сдерживает эмоций. Слишком сильна в памяти победа, которую ценой миллионов жизней пришлось завоевывать ее поколению. Тогда в 45-м люди также плакали от счастья. За возможность жить, за мирное небо, за подвиг Надежда Хрущинская вместе с родными радушно принимает гостей. В День Победы живую свидетельницу войны чествует целая делегация во главе с мэром. Для хозяйки роскошные букеты, памятные подарки и искреннее пожелание крепкого здоровья. В Бобруйске осталось всего 32 ветерана – тех, кто на себе испытал все ужасы Великой Отечественной. День Победы – это тот праздник, который идет от сердца, от сердца любого человека. Потому что благодаря ветеранам Великой Отечественной войны мы сегодня имеем мирное небо, можем спокойно развиваться, строить свою жизнь. Поэтому поздравления ветеранов – это основное, что мы делаем сегодня. Спасибо вам, что не забываете, что нам настроение, как говорят, силы даете на целый год. Администрация города, трудовые коллективы и молодежь возлагают алые гвоздики у подножия мемориала в честь воинов, которые отдали жизни при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го. Многотысячная колонна в сопровождении оркестра движется по Минской. В руках участников республиканской патриотической акции «Беларусь» помнит портреты дедов и прадедов, которые самоотверженно держали удар. В сердце каждого бесконечная благодарность и гордость. Наш прадедушка Блинов Владимир Николаевич участвовал в взятии Кенигсберга, получил медаль за отвагу. Мы гордимся и помним. У легендарного танка Т-34 проходит митинг «Реквием» – дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь победы и сокрушил фашистское зло. Торжественный марш военных и представителей силовых ведомств в Бобруйском поражает своей слаженностью и синхронностью. Весь день в городе работают выставка боевой техники, тематические площадки, фотозоны и ярмарка мастеров. Все желающие могут попробовать солдатскую кашу, познакомиться со снаряжением и амуницией бойцов Красной Армии. В шесть вечера проходит масштабный флэш-моб. Представители общественных объединений исполняют хореографические номера под песни военных лет. Дорогие побручане, поздравляю вас с великим праздником, с светлым праздником, с Днем Победы. Мы благодарим ветеранов за тот подвиг, который они проявили. В десятый раз подряд праздничный автопробег собирает истинных патриотов своей страны. В колонии около 300 машин, а это более 1200 человек. Каждое авто оформлено в своем неповторимом стиле. У одних на стеклах портреты дедов и прадедов, у других на капоте маскировочная сеть, а некоторые железные кони и вовсе напоминают военную технику. Первая остановка у Георгиевского храма. В небо взмывают белоснежные голуби, символ мира и созидания. Далее победный заезд следует кургану славы в деревню Сычково. День Победы – это великий наш праздник, который мы отмечаем всей семьей, всей страной. Мы доказываем это, что наш народ непобедим, единый, и мы любим нашу страну. К подножию мемориала в честь советских воинов и партизан ложатся цветы. Люди склоняют головы и вспоминают тех, кто ценой жизни подарил нам мир. Минута молчания – обжигающая тишина, в которой сплетаются воедино радость великой победы и боль невосполнимых потерь. Вблизи кургана славы участники автопробега растягивают государственный флаг – символ суверенитета и независимости Белоруссии. Это праздник на века. Это память наша, чтобы мы помнили, благодаря чему мы живем, благодаря чему мы имеем мирное небо над головой. Спортивный азарт объединяет участников традиционной эстафеты на призы информационного агентства «Бобруйск-Медиа». Улицы города на время превращаются в беговые дорожки. Общая протяженность маршрута свыше 3,5 километров. Соревнования собирают 71 команду. Победители получают кубки, дипломы, беспроводные наушники и не только. Готовились, волновались, но знаете, как только тебе передают эту палочку, сразу же все волнение уходит, и ты понимаешь, что нужно только бежать, бежать и бежать. Финальным аккордом поистине народного праздника становится кинотеатр под открытым небом. На экране российский военный фильм «1941-й. Крылья над Берлином». История о подвиге мина торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Баллада о самоотверженности, стойкости и отваге никого не оставляет равнодушным. Завершается показ киноленты ровно в полночь. На самом деле очень потрясающе, что есть такая возможность, что можем прийти с ребенком, со всей семьей, что могут люди также прийти и посмотреть прекрасный фильм. 9 мая особенно сильно чувствуется гордость за свою историю. Сердце каждого белоруса наполняется безмерным уважением и благодарностью поколению победителей. Мы склоняем головы перед партизанами, подпольщиками и теми, кто трудился в тылу и прятал раненых красноармейцев. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые провожали мужей и сыновей на фронт. 3 миллиона загубленных жизней, сотни разрушенных городов, сожженных деревень и утраченных культурных ценностей. Но наш народ выстоял, выжил и отстоял свободу и независимость. Ольга Васенда, Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели. Наследие предков. Открыть сбор средств на реставрацию Бобруйской крепости. Памятник архитектуры внесен в государственный список историко-культурных ценностей. Цитадель на Березине – самое мощное в Европе оборонительное укрепление начала 19-го столетия. Здесь служили организаторы декабрийского движения и был разработан легендарный план захвата Александра I, который так и не существился. У фортеции непростая судьба. В разные годы там располагались политическая тюрьма, концлагерь, госпиталь, казарм и склад. На территории Бобруйской крепости сохранился комплекс объектов 19-го века, которые, к сожалению, с течением времени, под влиянием природных условий разрушаются. И нуждаются в срочной, отчасти в немедленной консервации и реставрации. И вот воссозданные сооружения, конечно, будут привлекательны для туристов, для самих бобруйчан. Горожане могут внести свой посильный вклад в сохранение Бобруйской крепости и перечислить деньги на расчетный счет, указанный на экране. Ведь на потерю духовной связи поколений и богатых традиций родной страны у нас просто-напросто нет права. В Бобруйске официально открыт «Велосезон». С каждым годом «Экотренд» набирает обороты. И это неудивительно. Для безопасной и комфортной поездки у нас предусмотрены все удобства. Дорожки, разметка, заниженные бордюры, парковки и целые маршруты. Производители предлагают железных коней на любой цвет и вкус. Главное – подобрать байк по росту. На что еще стоит обратить внимание? Елизавета Липеева прокатилась с ветерком. Время крутить педали. Велосезон в самом разгаре. На байке можно отправиться в кругосветное путешествие. Или для начала объехать весь город. Для любителей двухколесного транспорта в Бобруйске разработаны 10 маршрутов. Общая протяженность – 140 километров. Кроме того, предусмотрены дорожки, разметка, заниженные бордюры и специальные парковки. Самый длинный маршрут – 23 километра. Начинается у Ледового дворца. Далее следует по улицам Карбышева, Минска и Крылова, Бахарова, Урицкого. Замыкается у Бобруйск-арены. Покрытие выше всяких похвал. Горные, туристические, городские, дорожные. В магазинах представлен широкий ассортимент байков на любой цвет и вкус. Как для взрослых, так и для самых маленьких. Главное – правильно его подобрать. При выборе важно учитывать рост и цель поездок. За помощью всегда можно обратиться к консультантам. В универмаге за двухколесный просят от 300 до 1000 рублей. На ряд моделей нашего магазина представлены большие скидки до 20%, на детские – до 30%. Ожидается большой привоз еще новых велосипедов, так что, пожалуйста, приходите. Для тех, кто не планирует покупку, но хочет прокатиться с ветерком, есть бюджетная альтернатива – пункты прокатов. В Бобруйск-арене час обойдется в 2,50 – 4 в 5 рублей. За поездку на фэтбайке просят чуть дороже. Время работы проката – с 8 утра до 8 вечера. Для того, чтобы оформить договор самого проката, вам необходимо иметь документы. Это паспорт, либо водительское удостоверение. С каждым годом растет популярность еще одного экологичного вида транспорта – электросамоката. В городе действует удобная система проката. Все, что нужно, чтобы начать поездку, – это зарегистрироваться в приложении ЕС. Стоимость старта – 90 копеек. Минута прогулки обойдется в 20. Важно управлять обеими руками, ехать аккуратно и внимательно. При движении не использовать гаджеты. Разогнаться можно до 25 км в час. Ветер в волосах, чувство скорости и свободы запросто поднимут настроение. В октябре 2022 в ПДД внесли изменения. Теперь велосипедистам разрешено не спешиваться на переходах. Но обязательно надо притормозить до заезда на «Зебру». А затем двигаться по ней со скоростью идущего рядом пешехода. Использовать зеркало и защитный шлем можно по желанию. Главное, чтобы у байка были исправны тормозная система и рулевое управление. Безопасность в приоритете. В темное время суток велосипеды должны быть оборудованы фонарями, излучающими белый свет спереди и красный свет сзади. Вне населенных пунктов велосипедисты должны быть одеты в одежду повышенной видимости со свето-возвращающими элементами, за исключением движения по велосипедной дорожке. Одни выбирают двухколесный транспорт из-за практичности, другие таким образом заботятся об экологии и собственном здоровье. Так или иначе, регулярные велопрогулки укрепляют мышечную и дыхательную системы, повышают общую выносливость организма, улучшают психологическое состояние благодаря высвобождению адреналина и эндорфинов, увеличивают количество витамина D и уменьшают риск возникновения близорукости. Елизавета Липеева, Максим Галеонко. Итоги недели. Непобедимый вирус, многомиллионные взятки и гуманитарная катастрофа. Власти Италии пытаются преодолеть миграционный кризис. Как? Далее громкие заголовки мировых новостей. ФБР отказалось предоставить депутатам документы, которые доказывают причастность Байдена к коррупции. Тогда Конгресс США провел собственное расследование. Оно длилось четыре месяца. Девять членов семьи нынешнего хозяина Белого дома получили более 10 миллионов долларов из-за зарубежных источников, в частности, из Румынии. Для этого была открыта сеть из 20 компаний. Несмотря на неопровержимые доказательства, довести дело до суда вряд ли удастся. Политик намерен вновь занять президентский пост и сделает все возможное, чтобы уйти от ответственности. В Германии бастуют тысячи медработников. Акция протеста развернулась на центральной площади Нюрнберга. Причина глобального недовольства – низкие зарплаты на фоне высокой инфляции. Но правительство ни о каких мерах поддержки речи не ведет. В Латвии тоже не все благополучно в системе здравоохранения. Бюджет сокращается, медуслуги становятся недоступными для жителей страны, растут взносы. У СИМа собрались сотни недовольных с плакатами «С больным народом экономику не вылечишь». И здоровье – это право человека. Политики не выполняют обещания. Если они не прислушаются, то осенью врачи-медсестры намерены провести масштабную забастовку. Власти Италии пытаются решить глобальный миграционный кризис. Только за несколько последних дней на Лампедузу прибыли порядка двух тысяч беженцев из Африки и Азии. Центры приема переполнены. Рим приступил к реализации ранее принятого плана и экстренно на пароме перевозят сотни человек с острова и другие регионы республики. Задействованы Минобороны, Береговая охрана и Финансовая гвардия. Месяц назад из-за наплыва нелегалов был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правительств не раз заявляли – страну оставили одну с этой бедой. Евросоюз обещал помощь, но конкретных шагов от ЕС так и не последовало. ВОЗ объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Он действовал с 2020-го в связи с пандемией COVID-19. За это время от опасного заболевания скончались более 7,5 миллионов человек. Сегодня число зарегистрированных случаев смерти от коронавируса снизилось на 95% по сравнению с началом этого года. Около 80-90% стран полностью интегрировали вакцинацию и лечение в рутинную практику. Службы охраны здоровья практически не дают сбоев и постепенно восстанавливаются после трех лет работы на износ. 2000 ученых из 52 государства ищут лекарства от инфекции. В исследовании включены более 14 тысяч пациентов. Драгоценности принцессы Дианы, которые она надевала незадолго до гибели, выставили на аукцион. Торги пройдут 27 июня в Нью-Йорке. С молотка уйдет колье, которая леди Ди носила летом 1997-го во время посещения балета в Альберт Холля. Украшение создано по эскизу королевской особы. В ожерелье 178 бриллиантов весом 51 карат и 7 и 12-миллиметровых жемчужин. Чуть позже ювлеры создали к нему серьги. Они тоже выставляются на продажу. Комплект впоследствии получил название «Сюита Лебединого озера». К слову, в феврале продали личные письма, в которых принцесса поделилась предположениями о слежке за собой и прослушке телефона. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бавруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин